Вера без дела, мертва есть. Эта фраза из апостольского послания вынесена под своды Богоявленского собора. А в свято-троицком храме такой надписи нет. Точнее, есть она. Только не писанная красками на стене, а где-то внутри прихожан, которые не могут быть верующими, не воплощая веру в работе рук. Руки эти, бывает, колют иголки, потому что работа-то швейная и волонтерская, и госпитально помогающая. И упомянутая фраза на слух звучит у них так. Звучат машинки со второго этажа соседней с храмом воскресной школы. Здесь и собираются женщины дважды в неделю. А по выходным помогают в работе сами школьники и их родители. Актив под два десятка пенсионерок. Все они вместе – волонтерский отряд «Стерильность фронту». Точнее, Орловское его отделение. Еще есть такое верховье в Ливнах и в других регионах. У нас обратный отзыв бывает из гиспистолеи. И ребят, которые там лежат, они говорят, если эти женщины о нас забудут, то нам будет совсем плохо. Вот те и первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Даже не девушки бойцу важнее, а иносказательные сравнительно матери, тетки и чуть ли не бабушки. Вот эти. Итак, в Свято-Троицком храме началось все в марте. И совсем других волонтеров, которые возили всякое бойцам в Белгородский госпиталь. А обратно привезли они просьбы от медиков. Не хватает тем многого. И уже теперь эти орловчанки держат связь с госпиталями сами. И отшивают им нужное. В Луганск, Донецк, основное направление под Херсон. В том числе в полевые и мобильные госпитали. А что именно они производят? Комплектуют сухие души, мастерят хирургические салфетки, так называемые ватники, специальные операционные простыни и пеленки. И нижнее белье для бойцов, перенесших операцию. Надеть и снять легко. Принцип детских памперсов. То, что можно положить человека после операции. Видите, идет раскрытие полностью. И липучки используются вот по бокам. Шьют мастерицы и дома. Потом то, что требуют обработки, передают больницу Симашко для стерилизации. А далее к этому грузу докладывают другое, другие неравнодушные. Можете и вы, даем слово орловчанке, уже даже подписавшей контракт, врачу, волонтеру. Обязательно одежда для раненых. Тапочки, трико, футболочки, теплые кофточки. Потому что, как правило, раненые приезжают в вещах, испачканных кровью, порванных. Их раздевают до костюма, так сказать, Адама. И далее их нужно во что-то одеть. Они же не будут ходить голышом. Поэтому вот всегда есть потребность именно еще и в вещах для раненых. То есть, если боишься уколоться иголкой, шить тебе не обязательно. Но пойди, купи тапки с трикошками или пижаму. Ну, или хотя бы оставь в храме деньги, добытые другой работой и другим делом. Делом, с которым не мертва вера. Пусть даже это вера в победу. Сергей Быковский, Илья Афоничкин, телеканал Первый областной. Жалко не за них ходить.